всем здравствуйте зрители моего канала ну что ж у нас на дворе наступила давно уже весна сейчас наступает лето это именно тот такой прекрасный период времени года когда мы любители орхидеи очень хотим удобрять свои орхидеи в действительности это так и есть конечно многие наверное ждут с пением когда начинается весна когда начинается пробуждение то есть у орхидей начинает наращиваться новые листики наращиваться новые корни и это очень радует это очень радует глаз у многих конечно у архиводов орхидеи начинают в зимнее время спать так скажем уходить в спящий режим но бывает такое конечно за исключением не но это редкий наверное случай когда орхидеи зимой цветут очень хорошо наращивать листья и корнем как грубо говоря вообще зима не зима а летом наоборот уходят спящий режим такое да бывает случается но хочу еще раз вам проговорить об этом вообще если честно можно говорить бесконечно и всегда именно удобрение как удобрять когда удобрять сколько раз удобрять какие орхидеи можно какие нельзя какие стоят а такие уже не стоит удобрять вот здесь перед вами представлены вот еще charmer такой очаровашка который у меня сейчас цветет и кстати тоже я потом попозже чуть когда мне орхидеи ки некоторые под распустятся такие как хэппи минха вот сейчас буквально сегодня нарастил новый цветочек орхидея хэппи минха которая сегодня раскрыла свой первый цветочек тему надо еще такую записать да почему орхидеи цветут пышно а почему они цветут не пышные кстати вы мне в комментариях можете вообще дать тему для видео это будет тоже немаловажно и мне голову не ломать о чем записывать но если вот даже подойдешь к одной орхидеи про нее можно столько всего рассказать очень много вообще всю ее историю всю ее жизнь ну да в общем ладно отходить от темы не буду давайте я сейчас покажу какие стадии орхидей какие можно удобрять и какие не стоит ну давайте я начну именно о плохом это именно про те орхидеи которые вообще нельзя ни в коем случае удобрять это допустим такие орхидеи как пень при хорошей нормальной отличной корневой такие орхидеи ни в коем случае не удобряем ничем реанимационная орхидея это вот такая орхидеечка буквально недавно она у меня была на канале то есть это та орхидея но которая вот начала болеть по при по различным причинам если орхидея начинает болеть также допустим если у вас орхидея после нашествия каких-то насекомых такие допустим как клещи трипсы но и все на свете если орхидея была ранее повреждена какими-то насекомыми естественно тоже не удобряем вот это орхидея при ее ну таки нормально корневой у нее а и кстати тоже не нужно удобрять именно орхидеи которые были обработаны ранее какие-то биофунгицидами там где содержатся живые споры бактерии сейчас у меня здесь добавлено микориза точно также удобрять орхидею нельзя иначе все вот эти живые грибы и споры бактерии они просто напросто погибнут и орхидея если только что после пересадки соответственно мы их не удобряем вот это орхидея но ее можно отнести где-то примерно к реанимационной потому что у нее сейчас идет процесс восстановления то есть наращивание корневой но нам не и листик здесь нормально наращивает и в принципе тургор она у меня стала хорошо поднимать такие листики становятся сочные твердые вообще молодец очень хорошие орхидеи отзывчивая в плане реанимации если во внутрь гашка заглянуть также здесь у нее корневая так таковая относительная здесь прогнившие корни здесь тоже сгнившие корни далее какие а это получается именно я надеюсь что вам понятно все именно про плохие орхидеи я уже сказала то есть орхидея пень реанимационная орхидея орхидея после пересадки также реанимационной орхидеи мы их не удобряем почему нельзя вот даже в ник в одном из удобрений но может быть и в нескольких удобрения сейчас уже не помню если честно написано что даже орхидеи больные но все что я вам назвала удобрять нельзя по причине того что больные орхидеи они не способны усваивать все вот это питательное что вы им даете им на момент именно болезни необходимо дать стимуляцию стимуляция вот здесь прям так и написано универсальный стимулятор для укоренения роста растений стимулятор роста кстати вот это не будет в тему сказано именно гетеро ауксин он будет являться гормональным стимулятором и больные орхидеи он может наоборот загубить то есть вам необходимо вообще брать стимулятор где написано био здесь вот био доступны аминохлева железа ты 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 в общем думаю этот момент понятия вот из этих всех четырех орхидей нужно начать вносить удобрения вот например такой орхидеи а что же у нее что же у нее почему можно потому что орхидея находится в активной стадии роста посмотрите корешочки новая наращивает листик наращивает и также если заглянуть в глубь ее горшка здесь вот тоже корень у нее прорастает в общем орхидея находится в активном состоянии роста и и именно вот сейчас можно удобрить но это конечно по желанию вот если честно вам признаться я начинаю одобрять орхидеи ровно тогда когда вижу что она наращивает цветоносик но если по идее да может быть у каких каким-то орхидеям не хватает вот этих вот всяких различных микро и макро элементов также здесь в игре коли присутствует симулятор роста может быть не хватает и для того чтобы она начала наращивать цветонос то необходимо будет ее начинать удобрять вот если честно вот по всем вот этим записям которые у меня здесь есть на флажочке вы здесь но здесь hb101 у нее стимулятор роста ровно раз в месяц я их стимулирую я их даже но стимулирую даже если возьмем эту тему удобряю ровно почему-то раз в месяц у меня получается хотя вот по идее удобрять нужно хотя бы раз в две недели то есть два раза в месяц давайте покажу вам вот эту красоточку мы это орхидеечка лека фантастик сейчас фотографию покажу как она ранее у меня цвела но цветет это орхидея знаете вообще раз в год это наверное раз в полтора года и некоторые из архиводов говорят о том что с ней ужиться достаточно таки проблематично орхидей к такая красиво нарии она действительно сортовая и кстати вот что еще хочу заметить именно по этому сорту она бутона достаточно таки вообще долго наращивать если вот это орхидея happy минха уже и бутоны нарастил уже цветочки распустила это только на их вот начинает наращивать сам бутон очень долгий длительный и и процесс получается и что теперь хочу сказать про удобрения такую орхидея я буду до сих пор удобрять кстати вот если мы здесь посмотрим была удобрена фертикой вот такого числа и такого числа посмотрите раз в месяц получается сейчас тоже у нас 23 кстати можно было бы ее уже следующий полив удобрить буду удобрять буду удобрять ровно до тех пор пока она не раскроет свой первый цветочек ну и также давайте просмотрим ее вот смотрите вообще ранее без какой-либо стимуляции без каких-либо удобрений поначалу весны орхидея сама начала наращивать себе корешочки вообще прекрасно у нее тут вот не сглазить бы все у нее хорошо идеально вот орхидея happy минха кстати это моя орхидея пришла она у меня в том году к 8 марта у нее были листья замороженные я ее себе оставила по этой причине орхидея знаете ну ты если честно неугомонный цветун за год она уже вот это у нее пытается дать 4 домашнее цветение ранее у нее были зимой но вот эти все проблемы зимние осенние зимние которые у меня случились в том году она вот тоже пыталась подсвести но и сил не хватило и она я и цвет вернее отстригла и все в общем сейчас она опять наращивает кстати я вот вчера на нее смотрю кстати сейчас вам фотографию покажу как она выглядела вчера и сегодня видите уже распустилась я вчера смотрю что она бутончик свой раскрывает то есть сегодня она вернее завтра на его уже раскроет и я ей решила вчера внести удобрение вносила удобрение у нее идет джой но различные вообще удобрения вот какие хотите такие покупайте лишь бы было написано как и здесь например для орхидеи вообще любые не знаю именно на удобрение для орхидеи можно нести любые также она у нас сейчас находится в активной стадии роста видео 1 я вам сейчас приложу в правый верхний угол и покажу какая она вообще изначально у меня было у нее изначально оставались вот эти два нижних листа вот эти уже пять листьев она нарастила за год вообще мне так понравилось что орхидея у нее посмотрите какая корневая размер вообще с палец вообще толстая хорошая мощная разрослась по всему горшку ну вот тут такие по хвостушке по хвостушке вот по всему все вот все нарастает все разрастается все идеально у нее вообще все прекрасно без какой-либо стимуляции вообще абсолютно и также без каких-либо удобрений удобрять я начала и ровно тогда когда я заметила что она начала выпускать новый цветоносик все сейчас она распустила вчера буквально я ее удобрила сегодня она распустила свой первый цветочек прекращаю ее удобрение но и в заключение у меня идет вот этот дружочек прекрасный чармер который также мне достался наследство потому что в свое время у него была корневая гниль она вообще по приходу пришла уже за него и корневой пришлось мне ее выхаживать достаточно таки долго вот она мне уже орхидея года два но знаете цветун вообще хочет цвести вот постоянно то болеет то цветет то болеет то цветет ему вроде бы нужно наращивать корневую ему нужно наращивать листья а он все время хочет цвести посмотрите какой красивый и соответственно по удобрению уже такую цветущую орхидею я ее не удобряю ну и здесь орхидея также находится в активном росте новые корешочки есть и здесь ты там тоже есть новый корешочек ну что друзья вот такую тему вам сегодня я повествовала и думаю что вам было все понятно конечно если что-то непонятно задавайте мне в комментариях вопросы под данным видео обязательно делитесь моими видео со своими друзьями чтобы они также научились ухаживать за орхидеями обязательно жду от вас подписку вы ждете от меня видео познавательное какое-то интересное я жду от вас подписку в общем вот такие примеры вот такие орхидеи когда можно удобрять когда уже нужно удобрять а когда уже не стоит удобрять я думаю что вам понятно на этом видео свое заканчиваю желаю всем всего самого доброго всем пока пока пока